Вопрос-ответы, вот эти Библии на сайте. Ну, как бы я все понял, да, вашу позицию по этому. Ну, метод делал в чем? Я-то верующий, как бы крещеный, а супруга у меня неверующая. Вот у нас родился второй ребенок, буквально недавно, ему два месяца. Но я хотел его крестить. Вот. Михаила, вот к вам приезжал брат Михаил, хотел крестный взять. Ну, потому что у меня поблизости больше нету братьев таких верных. Вот. Он приехал и сказал, что вы категорически запретили ему, ну и причину того. Ну, вот я изучил этот вопрос. Потому что крестить надо у крепко верующих, и полное погружение, и не за деньги. Сегодня все три условия нарушаются. Это симония, проклятие Божие. Игорь Тихонович, ну а если вот я вот как верующий, я же могу крестить ребенка полным погружением, все как положено, или это не имеет смысла в этом возрасте ранее? Конечно. Ну, священник вас обманет, он будет говорить, а делать не будет. Он начнет ладошкой черпать, на голову лить. Это обливанство. Дело в том, что где я крестился, я крестился 18 июля прошлого года. У священника, который нас именно полным погружением крестил, он перекрещивал. Ну, не перекрещивал, я не был крещеным. Ну, как я думал, я был крещеный. Ну, вот. Ну, крестился истинным крещением. Троекратным погружением в воду. Вот, священник взялся, как бы, за это. У нас в Санкт-Петербурге есть такой священник. Вот, я, как бы, хотел у него крестить дочь. Просто есть ли причины для того, чтобы не крестить, если у нас, вот, допустим, в семье один верующий, а другой неверующий? Ну, и вот, как говорите вы, вот. Вы будете искать извинения разные. Ну, вот, и как-то не заметили, ребенок за край ухватился. Тут сколько потеряли людей из-за этого. Священники почти все неверующие. У них страха никакого нет. Ребенка погрузить, это, ну, ничего не стоит. Вот у нас каждый год идет крещение в озере. Приезжают люди, когда священник стоит по грудь в воде. Люди сходят по трапу. Ну, и дальше полное, троекратно. Это все уже видно. Все снимается. И все это бесплатно должно быть. Если вы желаете помочь священнику, скажите, что я помогаю церкви. Я буду десятину, то, соответственно, ну, сколько можно платить? Это не нужно платить-то. Но за крещение я платить не могу. Это симония. Патриарх Алексей Второй об этом говорил открыто. Да. Я как бы и с этим подходом как раз таки и желал крестить ребенка. И священник согласен с этим, потому что не платить деньги. Потому что это таинство, дарованное Господом, оно не может быть за деньги. Ну, сколько я знаю. Согласны были. Когда начинается крещение, он начинает вихлять налево-направо. У ребенка то одна рука не крещеная ухватилась, то еще что-нибудь. Будет вором. Поприменить. Но. Надо знать, что в священник страх Божий имел-то. Ребенка погрузить не могут. Это даже вымануть нельзя. Пятьдесятое апостольское правило. Пятьдесятое апостольское правило. Его извергает из сана за это дело. А в каком возрасте, как бы, ребенок, ну, я сждаю, у вас был лагерь, и вы имеете огромный опыт с детьми. Вот в каком возрасте ребенок начинает понимать, когда ему говоришь о кресте? По-разному. Вот у меня когда было, я, например, в три года уже что-то знал. А в четыре уже я самостоятельно молился. А в пять я считал псалтырь. Вот и все. А другой он такой растет, дундук. Ему в двенадцать лет еще нету. Ну, надо смотреть, какой он. Он не исповедуется, не может, страха Божия нету. Что попало, делают. Тут просто опыт надо, работать надо. Я вот начальник детского лагеря был, директором. Сорок пять лет. Сорок пять. Пять лет, не дней, лет. И все это бесплатно. Вот так. Да, я знаю. Ну, и... Да. Говорите. Ну, я как бы понимаю, то, что я для вас, как бы, вы меня первый раз видите. Я для вас уже, ну, в течение года, даже больше, наверное, как родной. Я понимаю, как-то не с того, наверное, может быть, даже беседу с вами начал. Я от Санкт-Петербурга. Я не сказал. Я никогда беседу с себя крестикą. Я убрал тебя крещённым человеком. Но всегда искал, как будто бы мне не хватало чего-то. Мне всегда хотелось креститься заново. Ну, то есть, такое было у меня внутри расположение. Почему? На вопрос я задавал, еще нельзя раскреститься после раскрайния своих заделанных деяниях. Крещение одно, единое, на всю жизнь. Это рождение свыше, заканчивается это крещением. Не, Радбада, нельзя уже все. Вот если он не был погружен, говорите. Вот и в прошлом году, как раз 18 июля, я крестился. Еще брат Никита, у нас есть Михаил, у него был поручителем. Я, у меня Антоний. Вот мы крестились трекратным погружением в Устинном Крещении. Деньги платили, конечно. Нет, деньги не платили. Я платить сразу стал десятину, как мне Антоний об этом сказал. И деньги я перестал наносить. Ну хорошо, это да. К священнику. Да, да. Теперь только живите по Евангелию. Благодаряще Бога за все. Да, только это такой момент очень щепетильный, когда в семье человек один верующий, другой нет. Трудно. Совместить вот эту вот семейную жизнь с Евангелием очень непросто. Конечно, замечательно, когда оба верующие люди в семье. Ну, молимся. Ну, Инна Тихоновича, благодарю вас. Во славу Божию! Полученный ответ. Во славу Божию! Помоги вам, Господи, во всем разобраться и поступить по слову Божию. Все, отошел. Божию! Божию! Н等等.